Расстаться с миром былых сомнений. Войти в среду делового успеха. Искать пути развития без конфронтации. Стать героем важной персоны. Субтитры создавал DimaTorzok Школа имени Дунаевского. Это средняя школа, но это подготовка для гнесинских и других. Какие у вас отношения с музыкой? Она пыталась меня начать учить сама раза 3-4. Сапожник без сапог, видимо. Ее подруги в той же школе. Но слух был, а желание учиться в фортепиано и даже сольфеджио не было. Вот, вы знаете, футбол как-то более привлекательный оказался. Играли им? Ну, играли. И сейчас даже немножечко играю, но уже в своей возрастной группе. Сейчас где, с кем, за кого? В Лужниках есть такая группа пожилых, ну или так скажем, людей в возрасте, которые все-таки продолжают двигаться. Это очень симпатично. А болеете за кого? Знаете, я всю жизнь болел за торпеда. Потому что пришел я в сознательный возраст болельщика, тогда, когда там играли Стрельцов, Воронин, вам известный. Да, легендарный, да, конечно. Тогда они сделали так называемый золотой дубль торпедовский. Это была, конечно, лучшая команда из страны. А Стрельцов, наверное, если бы не его трагедия, наверное, был бы лучший футболист мира вполне. И то, что, оглядываясь назад, смотря кадры Пеле, Стрельцов, Горинча, и даже нынешние, у которых совершенно другая скорость реакции и все остальное, тем не менее, игровое мышление Стрельцова – это было гениально. А вы с родителями были единомышленниками во всем, что касается, ну, скажем так, политических моментов? Знаете, политика того времени была совсем другая, да, потому что мама ей не интересовалась, она все-таки ветеран труда, ветеран войны, ну, в том смысле, что их приравнивают сейчас, ветеранов войны, ветеранов труда, но она трудилась в Баку, там, где они жили, в тылу, так сказать, все что... И военная тематика, а именно верность Родине, враг на пороге – вот это сохранялось всегда, но без политизации. Отец, будучи человеком политизированным, безусловно, он претерпевал разные в своей, так сказать, оценке действительности моменты. Самый крупный сдвиг – это, конечно, все связанное с десталинизацией, когда он был разочарован, но... Разочарован чем? Разочарован тем, как была представлена история, связанная с правдой о большевизме, да, то есть это же большой слом, когда ты живешь, ну, до его, там, 40 с лишним лет в полном понимании и вере в то, что и вожди чисты, и все, что делалось, это во благо. А потом открываются детали, которых мы многих не знали. Хотя у нас были родственники репрессированные по его линии, но это не носило характера несправедливости. Вы знаете, это какой-то комплекс вот от шведского заложника, да, знаете, вот такой... Синдром, да. Синдром, да. Синдром, да, потому что... Ну, та же жемчужина Молотова, да, выйдя из лагеря, она говорила, что, значит, несправедливость неких следователей – это одно, а Сталин великий все равно. Тем не менее, говорить о... Тем более, что мне было всего 17, когда он умер, говорить о том, что мы были единомышленниками или разномыслящими людьми – нельзя. Он мне оставил в наследство вот сомнение в том, что то, что тебе говорят и то, как тебя индоктренируют, – это абсолютная правда. Вот это было. Вот это, пожалуй, его вклад в мое политическое воспитание. В остальном, до того возраста и даже значительно старше, основная доктрина, если хотите, социальной справедливости, которой характеризовался правильный социализм, без бюрократических и остальных вещей, основная доктрина не подвергалась мною сомнению. Тем более, что после университета я попал в профсоюзы, и, к счастью, своему, ну и, собственно говоря, к этому шел. А международные, так сказать, отношения этих профсоюзов, а это означало общение с теми за рубежом, кто и по-прежнему, и сейчас, и всегда стоит на стороне социальной справедливости, говорит о братстве, пролетарском интернационализме и продолжает так действовать в рабочем и профсоюзном движении Запада, в частности, да и Востока. И в этом смысле я жил в некоторой другой среде. Разномыслие и лицемерие властей, которые занимались внутренними делами, микшировалось во многом тем, что я общался с теми, кто верит в свое дело даже в условиях капитализма и совершенно другой, скажем, другого потребительского общества. И это феномен, который поддерживал во многом веру в то, что ты делаешь правильное дело, хотя бы так, назовем это так. Вот в советской школе мальчик с фамилией Юргенс, не самый распространенный, испытывал какие-то проблемы? Первые два класса, когда я учился в обычной школе, да, могу сказать, что да. И Юргенс, и тогда еще очки, и всякое такое, это да. Некая отчужденность была. Но затем родители нашли в Москве, не так далеко от нас, так называемую спецшколу, 20-я спецшкола, и меня туда перевели. Из третьего класса я окунулся в несколько другую среду. И 20-я спецшкола, она была известна в Москве тем, что там учились немножко более, так сказать, продвинутые дети. Ну и в том числе и имена. Пионервожатым моего класса был Никита Михалков, например. В параллельном классе училась внучка Ленина. Со мной учились внуки, там, Микоянов, так далее, так далее. Стас Микоян, Стас Намин тоже там учился, и все такое такое. Поэтому там сразу все смикшировалось, и никакого Юргенс, не Юргенс. И я хочу вам сказать абсолютно откровенно и честно, до событий ближневосточных, это тогда уже, когда я был серьезно в институте, а, соответственно, вот того облома, я бы так сказал, советско-еврейского, да, то есть ближневосточные события, закрытие для евреев неких институтов, и начало эмиграции, и обострение вот этого, значит, бытового антисемитизма. Не государственного, может быть, но бытового точно. Я не знал, что такое национальности. Слава богу, вот даже такой стрели, с третьего класса, я слышал от отца всякие истории, да, потому что его спасли во время войны, потому что в политотдел вызвали, сказали с такой фамилией, я боюсь, дальше будет трудно тебе, поскольку мы тебя уважаем, суждали мы тебя спрячем на Северный флот. И вот туда, значит, на Северный флот, в конвои, в сопровождении конвоев, а там уже, в общем, насколько я понимаю, по его рассказам, понимал, вот этот дух, как бы это сказать, СМЕРШа, он был намного менее острый и выраженный, да. Да, поэтому в нашей семье тот факт, что Юргенс, это не Иванов, присутствовал, но скорее комедийно, потому что каждый раз в телеграмму приносили то Юрча нету, Юрченко, и так далее. Просто, ну, вот не совсем наши, но нормальные люди. Поэтому, а так как они оба из Баку, а в Баку каждый двор был 26 национальностей минимум, и все они приезжали над окнам в Москву и так далее, то армяне, азербайджанцы, в то время совершенно грузины, евреи, русские, и вот люди с фамилией Юргенс, они все, так сказать, были людьми и друзьями. И, повторяю, до вот этого ближневосточного кризиса, когда многие из друзей начинали говорить, слушай, а я в этот институт не поступлю, или меня исключат, или так далее, да, да, вот до этого момента я не ощущал, что у нас есть вот этот аспект национально-этнический. Я так понимаю, что Юрий Теодорович, он немец, да, а еврейские корни у вас по Людмиле Яковлевне, да, по ММА? Нет, 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 мама совершенно русская, и Яков Карпович Бородастов, ее отец, он из-под Саратова, из крестьянской семьи, но там вот эти имена, они были очень распространены, потому что это библейские имена, там как ортодоксальные, православные, так и староверы, поэтому они эти имена... Тогда тема антисемитизма, я тогда вообще не понимаю, откуда они... Тема антисемитизма возникает с тем, что наша семья породнилась с другой семьей, довольно известной в Баку, в семье Гусманов, она сейчас известна и здесь. Юлик Гусман, получается, мой там троюродный, скажем, Миша Гусман, который сейчас в ТАСе, первый зам, и так далее. Они просто переженились, да, поэтому это не кровное родство, а родство различных семей. И в этом смысле, поскольку это были очень успешные евреи, и остаются, слава богу, и Юлик, и Миша, и все остальное, то в нашей семье эта тема присутствовала, но так как они были успешные евреи, то это, опять-таки, больше с юмористической точки зрения. Никто не подвергся никакому вот по этой части унижению или угнетению. Потому что их отец был, который спас моего отца после войны, у того было двустороннее крупозное воспаление легких, которое он заработал на подводном этом флоте, он его встретил в Баку, говорит, Юра, что с тобой, ты так как щепка, и он его спас. Отец Юлика Гусмана, да? Спас каким образом? Госпитализировал? Да, он был выдающийся врач, он его госпитализировал и выходил. И в этом смысле он был настолько успешен, что все Баку на него молилось, включая руководство ЦК Компартии Азербайджан. Не было, в нашей семье не было истории угнетения, унижения или чего-то такого по этой линии. Что касается отца, то да, по фамилии, может быть, это и немецкие корни, так называемые балтийские немцы, остзейские. Но есть и другая теория. Еще в Советском Союзе был съезд юргенцов Эстонии, потому что мы оттуда, то есть под Таллином. И общий результат исследования этих 27 или 30 семей говорит о том, что в 17 веке некто юргенсен или юргенс из Дании переехал, сделал большое хорошее дело, и вот эти последователи и потомки распространились по всей стране. Кто-то остался юргенсом, а кто-то юргенсоном. И вот самая крупная нотная фабрика и магазин, который рядом был с ныне Центральным банком на Неглинке, магазин юргенсона, это вот, значит, тоже какие-то люди из этого. А дочь у вас тоже юргенс? Да, Катя Юргенс, моя дочь, да, работает сейчас. У нее-то не было уже проблем, она, скажем, с 77-го года рождения? С 77-го года. Или эти проблемы, это поколение тоже? Нет, нет, она абсолютно... Нет, никогда я не чувствовал вот этого аспекта. Если бы не какие-то тролли, когда я работал вот в Институте современного развития, председателем сайта наблюдательного был президент, да, естественно, интерес был побольше. И люди, которые вот играют на вот этом, так сказать, национальном, в какой-то момент, ну, это в основном евразийцы, господина Дугина, вот эта часть, да, они стали там что-то копать, говорить там про бундовские корни, намекать на... Вы же знаете, значит, что и Медведева тоже постоянно обвиняли в том, что он агент сионизма, и он, и его жена, и так далее. Но это такая периферия вопроса маргинальной, что она никому не мешала в моей семье, я бы сказал так. Вы упомянули Никита Сергеевича Михалкова, который был... Пионер-вожатым, да, да, вы удивительный для меня. Он обожал нашу учительницу русского языка, Юлия Ивановна, в силу каких-то причин, она его очень впечатлила. Она была учительница русского языка и литературы, и любя ее, она была классно руководителем у нас, он был пионер-вожатым, и в нашем, у нас разница лет ше, то есть он, наверное, я был в четвертом, он был уже в десятом, я так думаю. Но он уже снялся, по-моему, в тот момент, я шагаю по Москве, поэтому это был, конечно, хит нашей школы. А вам нравилась учительница эта? Да, да, безусловно, это была одна из самых сильных. Но я в той школе проучился четыре или пять лет, потом родители переехали на Ленский проспект, это была уже другая школа, четвертая тоже очень сильная, тоже с хорошими учителями и все такое. Ну, Юлия, да, русский язык, постановка, логика языка. Нет, я-то имел в виду просто женский аспект, какой-то там сексуально привлекательность. Ну, нет, ну, слушайте, у меня было сколько, получается, 10 лет. С этой точки, она была яркая женщина, но намного старше, и нет, вот этот аспект я бы не анализировал сейчас, он мне не помнится. А у вас есть женский типаж? То есть, вот вам нравятся определенные женщины или вы на каких-то параметрах не фиксируетесь? Ну, я бы сказал, что мне нравятся высокие, стройные женщины с формами. И, безусловно, нравится и абсолютно необходимо для того, чтобы между нами что-то было, чувство юмора и острый интеллект. Это да. А свою первую любовь вы помните? Как там было с чувством юмора, с острым интеллектом? Все было хорошо. Ну, вы помните, да, кто это? Я слово, все же. Такое не забываю. Общаетесь, нет? Нет, к сожалению, она, по-моему, уже и не в России. А со своими одноклассниками общаетесь? Время от времени. Время от времени. Бывали сборы в школе, когда попадал, когда нет, работа такая, что не всегда. Кто-то постоянно, значит, на моем радаре с кем-то перезваниваемся, с кем-то встречаемся по дням рождения. Карен Шахназаров, например. Он, правда, из параллельного класса. Но, несмотря на его дикую занятость и известность, он, тем не менее, продолжает вот такое вот дружеское общение, которое со школьной скамьи. Есть и другие ребята, безусловно, чуть менее известные, но все равно очень интересные. Мне повезло с двумя школами, в которых я учился. Прежде чем задать следующий вопрос, сопряженный с Никитей Сергеевичем Михалковым, хочу уточнить. Правильно я понимаю, что вы являетесь соратником и единомышленником Анатолия Борисовича Чубайса? Вы вообще принадлежите к клану людей, которых называют медведевцы? Ну да, да, да. Это очень разные люди все, о которых вы сказали. Эти двое точно. Но с момента моего знакомства с ним в 2000 году мы оба вошли в обновленное бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. С этого момента я очень впечатлен. Был и остаюсь. Организованность этого человека. непоколебимыми убеждениями, которые он реализует, в соответствии с словом и делом. Вот это все меня очень впечатляет. Так как я работал в профсоюзах в начале нашей перестройки и в начале по реформенной России, то взгляды на социальные устройства у нас были противоположные. Я бы так сказал. Мы с ним встречались на дебатах, когда я представлял, условно говоря, партию труда, то есть это профсоюзы, красные директора Вольского, еще тогда Аркадия Ивановича. А он уже, соответственно, то, что потом было союзом правых сил и так далее. Вы же входили в Совет, по-моему. Это потом. Это потом. Это уже другое правое дело, которое уже совсем отцентровалось. Это то, что сейчас Борис Титов продолжает в своем усилии. Так вот, возвращаясь к Чубайсу, даже когда я ситуативно был абсолютно других взглядов на социальное устройство и программу, я мог всем сказать, что если Чубайс что-то обещал, он это сделает и возьмет твой звонок ночью и так далее. Ну, деловой. И если Чубайс не обещает, или, вернее, не готов что-то сделать, он никогда не будет, так сказать, тебя обманывать, я подумаю. Это человек слова. Что в той политике, которая была крайняя мешанина, было очень важно. Такой же был Гайдар. Если он что-то обещал, он это делал, если он что-то не мог для тебя сделать, он полностью тебе объяснял, почему это невозможно. И в этом смысле эти два человека, они очень впечатляют меня. Хотя, повторяю, по некоторым из аспектов их взглядов, у нас есть серьезные противоречия. Но я их очень уважаю. Вот я обратил внимание на фронтовку «Возьмёт твой звонок». Это калька с английским. Вы часто очень общаетесь, я знаю, что вы по-английски и по-французски очень бегло говорите. Часто общаетесь с англоязычными друзьями. А думаете всегда? Нет, если неделю проведешь в какой-то из этих сред, то ловишься на том, что и сны идут на этом языке и так далее. Это и есть, да. Вот вопрос я так и не задал, и с этого вопроса мы начнем вторую часть. С удалось, сейчас технический фон. Вот, наконец-то, я задаю вопрос, к которому захожу издалека. Вот, помянутый Никита Сергеевич Михалков относительно недавно, в одном из последних выпусков, последних мартовских выпусков своего проекта «Бесогон» на канале «Россия-24», фактически Анатолий Борисович Чубайса назвал преступником, описывая вот эти залоговые акционы. И вообще вот ту ситуацию, когда вы помните, когда там крупный оборонный завод был продан за цену, здесь я цитирую, там кого за цену «Майбаха», то есть за цену какого-то лимузина отдавались крупные предприятия в руки, причем, американских компаний, то есть, понятно, что не самых дружественных в стратегическом плане. Вот, а Владимир Вольфович Женовский вообще кричал, что по времени, что Чубайса арестовать непременно в его кабинете, не иначе, чтобы в его кабинете, ну и, естественно, казнить. А ваш комментарий? Ну, во-первых, это два выдающихся актера. Да, артиста, актера, что Жириновский в своем жанре, что Никита Сергеевич в своем. И, безусловно, я думаю, что если бы мы встретились втроем, в четвером и сели бы для разговора о былом и думах, то разговор был совершенно другой, довольно уважительный и все остальное. Но так как они выполняют свою роль, играют ее и так далее, то ожидаемо, но несправедливо. Здесь же и другая сторона из того, что по-прежнему с нами, потому что, ну, как говорит один публицист, там воровать – это не бизнес делать. Смотрите, ни один из предпринимателей известных российских, уехавших на Запад, ну, там, кто приходил в голову, там, допустим, Чичваркин, очень успешный здесь был бизнесмен, там сделать не могут вообще ничего, нет ни одного преуспевшего российского предпринимателя на Западе. Вот у вас есть какое-то объяснение? Нет, безусловно. Чтобы быть успешным предпринимателем в среде, которая 300 лет отстраивала сама себя, нужно, помимо окончания многих учебных заведений и экономических школ, надо в этой среде вырасти и знать, как там действовать. Помимо знания языков и культуры, нужно ощущение этой среды и правила игры. Они совершенно другие. Ну, то, что называется Филз Испирит, да? Но, смотрите, и индусы, и китайцы, как-то вообще люди с другим менталитетом, например, мусульмане, они преуспевают? Поколение моей дочери, которая уже воспитывалась не в советской школе, да, и могла закончить, значит, учебные заведения и здесь, и там, и так далее, оно будет там успешным. Я абсолютно, ну, есть же этот наш Яндекс, да, у нас есть Брим, у нас есть многие другие предприниматели, которые постепенно, ну, это вот люди лет 40, менталитет другой, адаптация другая, культура другая, и вот эта поливалентность с точки зрения, значит, культур, которые они воспринимали, как бизнес-культура. А те, которые вот в лихие 90-е занимались тем, чем они занимались, скорее по наитию, нет, конечно, нет. Более того, самые успешные, они, конечно, такие, как Мордашов, скажем, Лисин и так далее, они международного класса бизнесмены, но, во-первых, на русской почве и на русских ресурсах, да, это пока еще не хай-тек, это становится хай-теком во втором поколении, безусловно, те же Новолипецкие комбинаты или там Северсталь будет мировым гигантом, я абсолютно в этом уверен, уже в той категории, но начинали-то мы с реконструкции краснодиректорского центрально планируемого объекта. Это, поверьте, это очень сложная история. Это история, завязанная на социальную среду, на среду, связанную с регулятивными всеми вещами, которые были полукриминализированы после распада Советского Союза и так далее и тому подобное. Совершенно другой менталитет. Два мира, два шапира. Когда вы для себя решили и почему, что вы будете заниматься вот этим делом, страхованием? Профсоюзы разваливаются. 91-й год, первый удар и надежда, что это будет все-таки свободное профсоюзное движение, которое будет антиподом растущего предпринимательства. И вот эти схватки, которые я вам рассказывал с Чубайсом, как правые силы профсоюза, новые демократические, которые будут им противостоять от забастовочного движения до переговорных процессов. Иллюзия между 91-м и 93-м существовала, к 95-м она стала... Потому что абсолютно понятно, что новые федерации независимых профсоюзов России становятся таким же приводным ремнем от партии к массам, какими были старые профсоюзы. К этому моменту мне надо было что-то делать. Я, значит, в так называемых руководстве всеобщей конфедерации труда, объединяющей профсоюзы СНГового пространства. Все менее интересно, убывающая интеллектуальная, материальная, политическая власть и собственное достоинство просила чего-то другого. У профсоюзов существовали сначала соцстрах, а потом страховая компания, МЕСКО, Международная страховая компания профсоюзов. По должности я был там председателем совета. Но это чисто вот приходить и проводить собрание. Я начал интересоваться, что там внутри происходит. Пошел на вечерние курсы обучения в Академии Аганбегиана Управления государственного по страхованию, закончил их, начал интересоваться этим все больше. Эта МЕСКО меня заинтересовала еще больше. И вот так вот постепенно, работая уже в страховой компании профсоюзов, которая потом от них отпочковалась, проработав в коммерческом страховании довольно коротко, я был избран президентом Всероссийского союза страховщиков. Опять в этой самой лоббистко-политической аспекте, но страховании. В этом смысле это интересная сфера, которой я посвятил немало лет. Вы знаете, вы очень удивили меня по одном из телевизионных интервью, потому что для человека, которого называют таким, условно говоря, теневым идеологом медведизма, в общем, таким либералом, вы озвучили конспирологическую с точки зрения многих ваших соратников, теорию разрушения империи, разрушения Советского Союза, намеренного, с инструментарием опускания цен на нефть. Вы приводили мемуары Кейси, по-моему, да, о том, что просто когда они увидели, что Горбачев пытается сделать социализм с человеческим лицом, им это не понравилось, и они решили эту милую Михаила Сергеевичу, в общем, грохнуть вместе со всей страной. А вы по-прежнему придерживаетесь? То, что я читал, мне говорит о том, что Рейган, который человек был, безусловно, яркий и интуитивно гениальный, но не образованный, получил визит Кейси, у которого был, наверное, свой анализ. И это анализ мощной организации, бюджет, который превышает бюджет Российской Федерации или Советского Союза в тот момент, да, а вместе с так называемой Five Eyes, да, вот это пять разведок мира, которые говорят на английском языке и обмениваются информацией, у них был, наверное, анализ такой довольно серьезный. И то, что я читал у Швейцера и у других американских журналистов и в воспоминаниях Кейси. Нужен ли нам, Рональд, вот этот Советский Союз, который будет метастазировать, а, скорее всего, если у Горбачева получится, вновь привлекать к себе, значит, страны третьего мира. Третьего мира. Я считаю, что не нужен. Более того, это, скорее всего, опасно. Тем не менее, они нам противостоят в Афганистане, у них есть свои странные задумки в Польше, значит, республики многие, значит, полыхают, и это будет продолжаться. Вот мой план. Здесь вот мы сейчас приближаемся к самому, как мне кажется, ну, скандальному из-за ваших заявлений относительно менталитета российской нации, это то, что мы все общинные, и у нас государство превыше личности. Ну, как же, когда ровно наоборот, когда у нас бы не было бы коррупции, если так, здесь каждый у нас человек, Майхата с краю, как это, до Бога высоко, до царя далеко, мы же, у нас же нет вымогательств, мы взятки сами даем, потому что мы гаишнику даем взятку для того, чтобы решить индивидуально, тет-а-тет, эту проблему совершенно в антигосударственном аспекте. Вот, мне кажется, что здесь вот... При этом гаишник – это представитель государства в вашем случае. Ну, он выступает как индивидуальное лицо. Да, я лучше с ним договорюсь, чем я ему буду противодействовать. Поэтому вы считаете? Значит, государство тысячелетия существует в парадигме огромное пространство, довольно ограниченное население для такого пространства, как Александр Третий говорил, наше расстояние – это наше проклятие, и Александр Второй даже, по-моему, первый сказал, это нуждается в коррекции. Значит, мы созданы и существуем на протяжении тысячелетий, охраняя свое государство, как способ нашего выживания. Мы не можем, как французы, рассчитывать на плодородие своего кусочка земли. Мы в тяжелом климате защищаем огромное государство против врагов, которые отовсюду. Так нет, оно... Это создает патернализм. Извините, я вас перебью. Мне кажется, что это государство, вот его огромность, она возникла как раз именно из такого выраженного совершенно индивидуализма характера. Когда люди уходили вот в тайгу, в эти степи, оставьте меня в покое, я лучше вот как-то один там со своей семьей, вот это вот буду без... как раз без государства. У нас нет вот этой общинности, как в кантонах швейцарских. Как раз мне кажется, что все ровно наоборот. Выживание основной массы зависит от государства. Те свободолюбивые казаки и другие вольные хлебопарцы, которые уходили, они и возвращались в Лоно, потому что выжить там удачно, успешно и основать нечто альтернативное было невозможно. И до сих пор невозможно. Сейчас мы с вами, как когортов, делимся на 80% полностью поддерживающие и Крым, и остальное, и политику родной партии, и правительства, и президента, и 20% тех вольных хлебопарцев и казаков, которые это не поддерживают. Это по всем вопросам. Ух, как вы повернули-то. Дима Быков, который пишет очень ярко про это. Мы вот это 20%. Он ярко, но в отсутствие Дмитрия Львовича не могу сказать, что это глупость, но я при случае ему скажу. Я говорю только об одном аспекте его произведений, которые читаю в профиле и других журналах. Он и многие другие люди из этой когорты, я бы так сказал, пишут о том, что мы научились жить без государства. Мы. Но сколько нас, которые живут без государства, относятся к нему критически, сидят в Фейсбуке. У нас страна живет без государства. У нас страна на самом деле абсолютно живет без государства на самом деле. И какой-то мобилизующий момент возникает только когда то, что называется войной. Ну, в том числе и информационный. Мне все-таки кажется... Так, вы соотношение 80-20% озвучили. Я помню, в вашей телевизионной беседе, где вы озвучивали соотношение 70-30%, потому что вы считаете, что в целом 70% людей, условно говоря, хороших, а 30% людей... Это совсем другая, то, что хорошие и плохие есть и там, и там, и 80-20. Это другая вещь. Я думаю, так, да, человечество бы не выжило, если бы мы изначально имели бы другую пропорцию. Нужно... Человек, в принципе, создан там богом, Дарвином и так далее, как Homo sapiens, разумный и рациональный. Поэтому 70%, да, поддерживают разумность и рациональность, 30% пытаются ее дестабилизировать. Единство и борьба противоположности. Мы живем и живем в прогрессе. Возвращаясь к нам, патернализм, который был воспитан всей историей огромной страны, которую надо контролировать и которая совершенно не так производит продукт добавочный, как южные и западные страны, вот этот патернализм нам свойственен и он детерминирован географическими, природными и историческими причинами. Но Нобелевская премия по социологии, не помню какого автора, показывает, что сельские районы Латинской Америки обладают абсолютно тем же патернализмом. Моя ката с краю. Если мы кого-то нашли как лидера, пускай он все решает. Раз он все решает, то зарабатывание на коррупционных схемах этого начальника сельского поселения, ну ладно, это мы терпим, да, определенные. И мы делегируем все, что не касается нашей жизни непосредственно вот этому человеку. И так вот этот патернализм, свойственный сельскому населению с отсутствием урбанистического мышления, связанного с коллективным решением проблем, да? Я решаю все на своих участках. Когда ты переезжаешь в среду урбанистическую, а мы не до конца урбанистическая нация еще, хотя идем семимильными шагами, там возникает другой коллективистский подход к вещам, когда за конвейером, за совместной работой, где ты связан 9 часов, там 8 часов постоянно принимать какие-то решения со своим соседом, это патернализм начинает немножко отходить. Поэтому по мере продвижения к более индустриальному обществу, тем более сейчас 4-я индустриальная революция, это отойдет. И возникнет новое наше отношение к власти. Оно возникает в Фейсбуке, но оно не возникает пока в наших политических практиках. Хотя что-то сдвинулось. Понимаете, вот смешно сейчас говорить об этом, как о тенденции, но Элла Панфилова, как председатель ЦИКа, это движение именно вот в этом направлении. Одно дело Чуров, другое дело Панфилова. Одно дело, значит, партия Титова и, видимо, яблока, которые стараются пропустить. То есть по мере созревания того, о чем я говорю, от патернализма все-таки к более современному мышлению, урбанистическому, верхушка догадывается или понимает, или получает соответствующие материалы, и начинает чуть-чуть раскрывать то, что было абсолютно закомпостировано в одиннадцатом году после инаугурации, которая прошла так, как она прошла. Тогда получается, что в плане модернизации и переформатирования в целом социума российского или, если хотите, советского, самое благое дело сделал Иосиф Вячеславович Сталин, который, как бы из крестьянской России, сделал ее... Петр Первый и Сталин сделали два модернизационных рывка, каждый из которых носил варварский характер. При Петре 25% населения погибло, при Сталине не до конца известные цифры, но вы знаете количество потерь. Если с войнами, которые можно, и безусловно, особенно Великое Отечественное, носившее 100% справедливый характер, но вместе с войнами, Первой, Второй, революции, голодом и так далее, может быть, Сталин тоже демографически нанес такой же ущерб, как Петр Первый. Отрицать модернизационный рывок, осуществленный обоими. Невозможно. Был и имеется ли у нас другой вариант? Да, я считаю, что Екатерина Вторая осуществляла такую же модернизацию, хотя тоже Пугачева сажала, и там турецкие войны, и крымские всякие дела, но тем не менее, осуществляя реформ земства и всего остального, а затем воспитав своего внука Александра Второго, которого воспитывал один из якобинцев, которого она специально наняла, как у его учителя. Значит, вот Екатерина и Александр Второй – это вот альтернатива. Заканчивается всегда трагично. Екатерина закончила благополучно и хорошо, а Александр Второй погиб под… не справившись с волной того, что он освободил. Поэтому это очень большой философский разговор. Имеется ли у нас парадигма неконфронтационного, эволюционного постепенного развития или нет – это очень важно в настоящий момент. На все судьба, конечно, и рок, но мы продолжаем каждый по-своему в той компании, которая является как либеральной, так и консервативно-патриотической, писать ему всякого рода сценарий и предупреждать его от всякого рода опасности. Вы знаете, вот еще раз упоминая ваша тезис о том, что 70% в мире в целом людей хороших, а 30% с серьезными проблемами и недостатками, хочу утопическое совершенно, буду сказать, но тем не менее, пожелание, чтобы области все-таки оказывались в основном из этих 70-ти. Ну, Конфуций попытался так создать великую китайскую империю. Будем этого желать. Спасибо вам большое. Меритократия. Во-первых, я впечатлен тем, какая работа была проделана по поиску информации. И бэкграунд, который был создан для начала беседы, впечатляет. И да, и характер вопросов, и способ их доведения до интервьюированного мне очень понравился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова